Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил. Вы находитесь на моем игровом канале. Хартурные прохождения с Михаилом Митольким. Это у нас продолжение прохождения визуальной новеллы Фейтс Тейнайт. Ее финальная третья арка Прикосновения Небес по счету 106 эпизода. В котором мы дальше движемся по сюжету. Так, она невинно оборачивается в мои стороны. А все потому, что скрывает свои настоящие чувства. Или убивает состальные эмоции. Илья продолжает что-то скрывать с тех пор, как ищет Сарчер. Именно поэтому мы и можем вот так вот с ней гулять. Именно потому, что Илья не может так улыбаться. Если только он не скрывает настоящую себя. Я такой же. Я лишь откладываю то, что уже знаю. Я бегал от того, что стоило бы произнести. И просто подыгрывал же Илье. Шира. Возможно, Илья уже сдалась. Она перестала перекладывать проблемы только на нас. И согласилась провождать общее будущее. Таким бы оно для нас не вернулось. Пускай будет, что будет. Если Илье нравятся такие отношения, и она хочет продолжать передавать этому внимание, я помогу ей с этим и никому не позволю вмешаться. Но все же. Илья. Если тебе некуда податься после войны, то и... Со мной что-то не так. Я почти сказал то, чего не следовало. Но сказать нужно, пока еще я это могу. Пока я еще не потерял свой рассудок. В любом случае сойду с ума, так что... Илья, ты хочешь же и со мной? Мне нужно об этом просить до того, как это произойдет. Она останавливается. Затем, лишенный эмоций и голоса, ты спрашиваешь, это как сын Кирицуго? Илья задает опросы, выжидающе смотрит мне прямо в глаза. Сын Кирицуго? То, чего Кирицуго сделать не смог. То, от чего он отрекся. Я сын Кирицуго, пусть и не кровный, потому мне отвечают за его долги. Мне нужно представить перед этой девочкой не как имя Иширо, а как сын имя Кирицуго. Именно это мне спрашивает Илья. И, конечно же... Да, я сын своего отца, и ты мне дорога. Дорога, точнее, не дорога, и мы... Ты мне дорога. Именно поэтому я хочу жить вместе с тобой. Честно? Ты хочешь занять место Кирицуго? Ну, как бы рад чем-то быть. Я, в общем-то, я не так-то не хочу, что мог удивляться. Хоть и не кровный я. Нет, я не могу быть Кирицуго, и не могу занять его место. Мы с ним разные люди. Я ничего не могу дать из-за того, что мог бы Кирицуго. Но я люблю своего отца, и хочу сделать то, чего не смогло. Поэтому, несмотря на то, как сильно ты его ненавидишь, если бы только ты могла найти себе силы простить его, пусть даже чуть-чуть. Я хочу жить с тобой, Илья. Разве нельзя сниверстать все то, чего мы не могли делать до тех пор? Мне нравятся отношения, которые между нами сложились, так почему бы нам не жить вместе? Ответа нет. Илья смотрит на землю, и после того, как она повертела головой, это невозможно. Я долго не проживу, да и тебе недолго осталось. Поэтому жить вместе для нас невозможно. Отказывают мне с тобой улыбкой. Долго не проживем? Ты ведь тоже это уже знаешь, Ира. Да, один из нас проживет чуточку дольше, если вторая принесет себя в жертву. Но месте нам не выжить. Если я буду жива после войны, это будет значить, что тебе больше нет жимых. Интересно, откуда она знает это? Ну, так-то я, конечно, прополагаю, что там помнят, что там будет в конце, поговорить об этом не буду, чтобы не спойлерить, но... Откуда она может узнать, интересно? В реальности так случится. Тут из них один выживет. Зависит концовки. Как бы понять, что это... Да, уж интересно. Ясновидящий, как это была, Рико, когда получится кадр, что ли? В общем-то, пережила уже... Перерождался уже много раз в чем-то бесконечном как-то, да, в феврале, получается. Она была назвать, можно, бесконечный февраль. Когда плачет... Кто там их там? С СК Дезаметьма. Когда плачет о магии. Будем так называть, наверное. Второе название ее. Или бесконечный февраль. Дисты, поскольку феврале же. Потому что она вдруг на первую перерождалась, просто она умирала. Перерождался, и каждый раз знает разные виды будущего. Ладно, еще интересно было бы так. Другой развитие сажат, она была. Понимаешь, потому это и невозможно. Мне нечего делать себя дома, если мне не будет тебя. Так, погоди-ка. Столкс, значит. Ага, естественно. Ее голос полон уверенности. Пребролосая девочка, притрекает ужасную судьбу, подобные провидцы, провидица. Очень интересно, это первые арки, то там такая судьба, в общем-то, в общем, они двоим-то живут, нормально так. Эм, тут история в первой арке, то будет точно. Там оба выживают вот такие. Второй аркина, она погибает, в третьей вот, там такое будет. Тоже подобное. Первый раз вот есть. И плюс к счету, это занимает, про или эту волшебницу. Называется это правильно. Хе-хе, даже немного жаль. Хотел бы я, чтобы ты сказал это чуточку раньше. Если бы сказал... Да, если бы сказал, судьба, может, родилась бы иначе. Таким образом. Если бы не случилось бы того, что Широ потерял бы эту руку, чтобы... Эм, ему не присобачили руку Арчера. Так говорить. Потому что... Я не понимаю, к чему говорит Элья. В общем-то, по трансплантировали. Я не понимаю, почему один из нас должен умереть. Или почему она сдалась и говорит об этом с улыбкой на лице. Не говори глупости. Этого никогда не произойдет. Не говори, говорится, никогда. Никогда. Говори, никогда. Никогда не говори, никогда. Даже если бы тебя преследует Зокен, мы дали ему до того, как он успеет что-либо сделать. Разве ты не поэтому помогаешь Тосаке? Да, но и беда именно в этом. Только не упоминай этого, Паририн. Проецирование кристального меча. Ты не сможешь посоздать фамилию и реликвию тебе Тосаку, воспользовавшись способом Рин. Потому что твоя проекция, это не магия проецирования. Обычная магия проецирования позволяла бы нам наложить провоцируемый слой в предмет, близкий к исходному, и тем самым усилить его. Но вот твое проецирование в корне отличается. Ты не сможешь придать чему-то форму, пока мысленно не воссоздашь предмет с нуля, используя образы из своего поражения. Потому что твоя магия не проецирование, а воплощение воображаемых образов. Что? Или откуда? Откуда она знает природу магии Арчера? Кому-то я говорю, что это невозможно. Для того, чтобы воплотить нужды Рина, тебе придется воспользоваться рукой Арчера. Но ты сам понимаешь, что это означает. Результатом станет нечастичная потеря памяти, как раньше. Если используешь ее хоть раз, с собой тоже быть не перестанешь. Интересно, что они внутри у него находятся, вот эти нужны, нужны Сейбер. Хотя они без Сейбера, они не действуют, а так это хорошо, как раньше. То есть еще не регенерируют, в общем-то. Регенерация, в общем-то, хорошо работает. Я была в первой арке. Ты просто еще в растерянности, из-за того, что произошло с тобой мной и Сапури. Так что я забуду о твоем предложении. Ты ведь тоже это понимаешь. Ты не можешь выбрать всех, выбрать всех, ты можешь спасти лишь одного. Илья поворачивается ко мне спиной и идет вверх по холму. Я больше не могу слышать знакомые песни, а ушах до сих пор звенят слова Ильи. О, на кухне что-то я разбилась. Уже четвертый раз сзади. Извините, у меня все хорошо. Оттуда доносится голос Сакура. Тосака, похоже, уже извелась ее отчитывать, потому как просто сидит за столом и не проявляет никакого внимания. В часах нет о шести. Как и попросила Сакура, обидно передоверили ей. Таким образом, нас Тосака его проводила. Илья из кухни, и нам только остается что ждать. Ой! Звон на дребезге разбитой тарелки вновь оглашает гостиную. Всего за полдня успел более чем приукнуть к звукам, говорящим о недочах Сакуры. Это началось намного раньше. Сакура не смогла приготовить врагов, когда мы вернулись с покупками. И тогда и тогда было явно нехорошо. Нормально. Может, я простыгла, но приготовить обид я смогла. Я не сомневался, что Сакура сможет его приготовить, но я не хотел оставлять ее заниматься и этим при таком жаре. Около двух часов дня мы с Тосакой все-таки смогли говорить и немного сдремнуть. Тогда мы пообещали ей. Значит, когда жар отпадет, мне можно будет готовить. Да, именно это. И вот ближе к вечеру Сакура начала возиться на кухне после моей очередной тренировки с Тосакой, которая для меня закончилась неожиданно быстро. О, с возвращением, Сэмпай. Подожди немного, ужин скоро будет готов. Сакура возвращается к готовке к полной решимости. Но мне сразу становится ясно, что это лишь притворство. Ты, наверное, устала. Иди отдохни. Сакура не отступает даже тогда, когда я говорю ей, закончив приготовление ужина миссис Тосакой. Прошу, незачем меня так опекать. Я ведь тоже мастер. Избитым мне это не идет никакое сравнение. Все она прямица и не хочет отступать. Про ее феркстрактивость она отказалась принимать помощь как от меня, так от Тоски. Удивление Тоски на новом поведении удосили покладистой Сакуры было столь велико, что это даже меня застал враспух. Кроме того, сестра ведь обучает Сэмпай. Не могу же я... Не могу же я одна ничего не делать. Я тоже хочу быть полезна, как сестра. Ах, готовка я занималась в неподдержании долгого времени. Я бы хотела, чтобы так продолжалось игрить. Наверное, это единственная вещь, которой Сакура никому не уступит. Я ее понимаю, когда я запрещаю делать то, что уже давно я стала приятной счастью каждодневной рутины, чувствую себя, как не в своей тарелке. Как скажешь. Тогда ответственность за ужин на тебе. Тоска беспомедения начала на меня ворчать, но... Хорошо, я постараюсь, Сэмпай. По сравнению с радостью Сакуры это такая мелочь. Вот и все. Извините за задержку. В комнате прозвучал веселый голос. Сакура ставил блюдо на стол. Отлично пахнет. Гляжу, ты тут неплохо постаралась, Сакура. Да, ты купил хороших моллюсков и креветок, поэтому я решила сделать блюдо из морепродуктов. Рис со сварен вместе с моллюсками. Креветки потушены вместе с кусочком мяса. Осьминоги делались по традиционному, а специально для миличан приготовила котлеток. Она полна уверенности. Все выглядит очень вкусно. Словно она положила в эту всю душу. Ну, как же еще, да? Уверен, главное ее ингредиент это искреннее желание порадовать нас. Почем, готовка без души вложения это... Ого! Хобби удивились даже. Увели, конечно, такое выражение. Ну, тосок и ботком. Хобби удивление, но не суксильный, как уедет. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Мы втроем дружно запланировали. Не знала, что из этого выйдет, но ожидание, похоже, того стоило. Ну что ж, спасибо за еду. Я того же мнения. Можешь передать мне вилку, Широ? Держи. Ну что, пожалуй, я тоже попробую. Ага, у меня еще есть, так что ешьте на здоровье. Я нагибаюсь на свою дымящуюся креветку, Парша. Она небольшая и похожа на сваренную плецку. Сакура постаралась приправить блюдо зеленым луком, имбирем и молодой редиской. А я вот без окоилоса можно ли утруждать ее готовкой на всех четверых, но вот это даже больше чем... Что, значит, все это не то? Я застыл. Вернее, не только я. На лицах Ильи Тосаки тоже на обвиновение появились кислоемены. Мы продолжаем есть, словно ничего не произошло. На самом деле, нам просто ничего не остается, кроме как продолжить. Вся еда на старее невкусная. Не сказать, чтобы она была противная, нет. В каждом блюде будто чего-то не достает и вкус у них не выдержан. Ну ладно, неловкая тишина. Мы не поднимаем глаз, а тарелок и продолжаем есть. Но как бы мы ни старались притворяться, Сакуре не обмануть. Это ведь она приготовила. Как только она попробует свою истребнюю, то правда всплывет наружу. Наше молчание лишь оттягивает неизбежное. Я вкратко смотрю на Сакуру. Она уже должна была все понять. На ее лице должна была отразиться потрясение, но... она еще даже не протронулась с Китти. А? Я продолжаю смотреть на нее. Что же это такое? Сакура високое наглядит на свою тарелку и ее торжащими пальцами удерживает палочки. После секундной заменки она тянется китти. Палочки падают. Она быстро их подхватывает и тянется вновь. Не могу на это смотреть. Сакура продолжает делать одно и то же. Она неловко тянется палочками киди, но постоянно роняет их, а потом фишки берет и опять. Не похоже, что и пальцы лишились подвижности. Это выглядит настолько глупо, что может показаться, будто она кожа забывает, как пользоваться палочками, как только берет их в руки. Так. Она не замечает этого. Сакура наверняка понимает, насколько это видно для нас, она продолжает не замечать. Слоны стараясь показать нам, что все в порядке, она из раз в раз повторяет одни и те же движения. Она неуклюже подкладывает еду, быстро поносит не безусилий, кладет в рот и потом снова пытается вспомнить, как пользоваться палочками. Она делает это с таким усердием, что у меня язык не поворачивается, задать вопрос о том, все я делаю так же. Мы делаем вид, что не замечаем какого-либо неприятности и заканчиваем ужин тишине. Вот так вот. После ужина я решаюсь прибрать стол и заняться посудой. Так, я хотел сделать это сама, но я остановил ее. Не похоже, что она с этим справится и мне не хочет, чтобы она поняла и то, что сейчас не может заниматься исключением для себя делами. Иди уже к себе в комнату. Собрейся, а затем заспись. В прошлый раз отдых пошел тебе на пользу. Еще распал. А значит, все на отдых вернут твоим пальцем очень впитинность. Я резко остановил себя. Сакура прикусила губу и грима оставилась на пол. Сакура, ты ведь не всегда такой останешься. Просто если будешь продолжать связать себя, пока больная, выздоровление занимает больше времени. Ты именно в этом нет и ты можешь на нас положиться. Это неправда, я не больна. Температура больше нет. Я помню, что было вчера. Я узнаю твоё лицо, сэмпай. Меня чем восстакуется. Не нужно за меня восстакуется. То есть если мы огрузим волнение у тебя и начать все получаться? Не глупи, потому что ты так хочешь себя мучить, придётся мне сказать прямо. Я два часа готовил обед. Сторонял тарелки семь раз и перемудрил их со спицами. Ты не досыпал соли и пересыпал перец, будто вовсе не приготовил. желать что-то сделать это хорошо, но если не получается, толк от этого немного. Ты понимаешь, ты считаешь себя здоровой, когда надеюсь и больно. Именно из-за этого у тебя ничего не получается. И вообще я уж зол. Запрещаю тебе с удовольствием появляться на кухне. Я не позволю тебе так срезать себя, пока твоя жальность пойдёт. не ожидая ответа, я тащу её в гостевую комнату. Она идёт мне, хотя она не продаёт ему значение. Веду Сакура комнату. Что скажет у этой двери? Сейчас десять вечера. Я знаю, сколько это бесполезно, но нам нужно идти потрудировать город. Быстро ты. Как Сакура. Я уложу её спать. Уверен она сильно устала. Заснула почти сразу как легла. Ясно. Остальное доверим Рири и Райдер. Конечно, Райдер не показывается на мои глаза, но я знаю, что она где-то в доме защищает Сакуру. Райдер защищает Сакуру, как Тосак и сказала. Я уверен, что в форме духа она остаётся потому, что хочет вылегчить нож у Сакуры. Вероятно, она не продержится и пара дней. Я вспоминаю славу священника. Магическая череп продолжает пытаться её магической энергии до тех пор, пока война святого грани закончится. Её состояние опасно материализовывать слугу, ей нужно сохранить силы на непредвиденный случай. Поэтому Райдеры находятся в форме духа. Мура выглядишь, хочешь облегчить душу? А? Есть и мне что ей сказать? Тосака, мы Сигу не сможем победить Зокина? У нас нет времени, Коко расслабеет длине до дня. Если верить словам священника, она может умереть уже завтра. Это невозможно. Сейчас мы неровнее. Я понимаю твое стремление скорее поставить точку, но если ты действительно хочешь спасти Сакуру, тебе придется научиться терпению. Мертвыми мы ей не поможем. Значит сожжение готово. я понял. Тогда хочешь узнать, зачем тогда патрулировать? Широ, разве беда над Зокином это единственная наша цепь? Нет, ты же не хочешь, чтобы пострадали невинные люди? Все верно. Я понимаю, я все понимаю. Патрулирование тоже важное дело. Даже если при встрече с ними мы просто будем убегать хотя бы отличим их и постараемся не допустить лишних лилерков подобно вчерашним. Но я решил защищать даже больше чем эту клятву. Широ? Ты в порядке имя что? задумался извиня Тосака мне это как-то не пришло в голову. Не надо извиняться. Сакру опасности, да и ты сам наверняка устал. Я собирался научить тебя прорицирование за три дня, но ты хорошо постарался и смог дотичь успех уже сегодня. Я разделяю твоё желание сражаться. Что? Я могу использовать прорицирование уже после сегодняшней днировки? Что такое? Я что-то не так сказал? Не это просто днировка была такой тяжелой что мне пришлось выложиться на полную так чтобы лови ничего не осталось. Поэтому как-то даже не верится. Я погрузился от дела с головой. Благодаря этому ты смог спроектировать кинжал на последней попытке. Тем не менее шансом успех тебе пока что не составляет 10 процентов. Так что нужно продолжать заниматься. Ну видимо так оно и было раз уж я так увлекся. Наверное поэтому за окном было за полдень когда я пришел себя. 3 часа там где-то было. Так ну что ж А есть по-моему особо ничего такого не должно за это время произойти. Хотя может я ошибаюсь. Когда мы подходим к городу я замечаю что-то неладное. Так он закатушен наверняка это заметил. Поскольку резко притиху я начала усердно смотреть по сторонам. На первый взгляд ничего не примечательного. Пошел 11 час вечера и в городе темно и тихо. На улице совсем никого и некому нарушать городскую тишу. Это стало обыденным с тех пор как началась война святого Грааля. Тихая особая ночная атмосфера. Но как-то слишком тихо. За спиной шевчат осака. Согласен. Здесь тихо. Последние дни город буквально застыл в неком ожидании. словно спрятавшись в темной беззвучной пучине сна. И все же безмолвые сегодня прямо так и оглашают. Слушай, а вчера разве тут так было? То свет домах потушен. Да ладно. И даже фонари не горят. У него горят по-моему фонари. Или это здесь. То так смотрят на дорогу ведущую храма Рюда. В обратном направлении от Сента прямо в пригороде зарит полнейший тьма. Особенно мы поздвигли черную стену. Пошли. Я ступаю в темный город. Кто молчит? Даже мысли будут излишни. Мы оба знаем, что произошло. Это противоречивое чувство. Мы знаем, что нам придется принять правду, если отправимся туда. Но мы все равно идем в надежде, что ошибаемся. Где моя? Какого было мое первое чувство? Когда впервые это увидел, черная стена полностью размевшая другую сторону. я прохожу ее, мне становится ясно, что здесь произошло. Город слишком тих. И это не та тишина, когда мирно спят сотни людей. Это глухая тишина, лишенная всякого человеческого присутствия. Тонейшее мертвое безмолвие, вызванное смертью всего живого. Мне дурно. Несмотря на глужущее чувство пустоты, внешний город никак не изменился. Обычный квартал 50 лишних домов выгружены в ночную тьму. Не видно ни сломанных дверей, ни разбитых окон. И конечно же здесь нет никаких кранов, которыми можно было бы сорвать крыши домов и спустошать их настолько, что людские жилища стали подобно пустым раковинам. И в то же исчезла. И мякун давай зайдем в этот дом. Она надевает перчатки и шагает к ближайшему дома. Пересекает ворота. Открывает в одну дверь. Проходит прихожую. Поднимается по лестнице полностью следует второй этаж. Умеждается, что в виде пусто и выходит обратно на улицу. В виде домах с пустошным светом. Тоска сказала, что их больше нет. Жутко нам город остался тем же. Это на непокорежных зданиях и трупах. Стерельная частота, из-за которой никто не заметит произошедшего даже под утро. Для меня это не место выглядит еще более пустошенным, чем в том воспоминании из далекого детства. Мы проверяем еще несколько домов и в каждом из них картина повторяется. Здание стоят целыми, но людей внутри нет. Остались только святые магические энергии. Угу. И мне пропитано все, здание, дорога, даже сама почва. Что в остатки черноты запятнали весь мир. черноты. И я знаю, что все это совершило то существо. У меня кружится голова, живот и два у него выворачивают наизнанку, трупа без трупов, без крови, город призрак окутанный тенями. и я ведущий среди этого. И почему перед глазами возникает никак не связано с этим образ? Но это не совсем так. Он не может быть не связан с этим, раз пришел мне в голову. Стой, вспоминай, вспоминай. Ты знаешь, что это? Ты узнаешь это присутствие, этот запах. То же самое было тогда. Кто-то себе представил, когда увидел ее в первый раз? Не заставляй меня сознавать. Все точно так же. Только эта область окутала гораздо сильнее. Нет. И на сей раз так же. Почему ты представил именно это? это же у меня нет доказательств. Нет причин. Нет мотива. Нет улик. На кого же это похоже? Не может быть. Это невозможно. Я не могу этого принять. Чем больше я думаю, если я стала плохим человеком. У меня нет доказательств так, что мне остается верить в то, что предчувствие меня не подводит. Да, никак иначе. Потому что это чувство. Стой. Прекрати думать о таких глупостях. Она слишком похожа на кошмар, который приходит после ночи. Висы. Широ. Чем ты остановился-то? Ты что-то заметил? Я кручу головой, чтобы отогнать на вождение. Мне мерчится, что щупальцвестения побираются ко мне все ближе. Нет, просто что-то нехорошо. Но ты не закройся, идем дальше. Правда? Плохо все это. Выходит следы, что присутствие этой штуки влияет на тебя, даже с твоей новой силенной сопротивляемости к магии. Впрочем, это и не следовало ожидать, учитывая зашкаливающий уровень магической энергии в этом районе. А иначе город проглотить было бы и не получилось. Нет, причина не в том, что у меня мало энергии, я просто почувствовал себя плохо. Оно из меня ничего не высосало. То-то как понимают, нам нужно найти способ бороться с русом, который здесь принесся. Ну и что тут произошло? Как и прошлый раз она питалась, однако впоследствии катастрофы сейчас гораздо больше. Судя после, она даже не заходила дома. Думаю, она охватила сразу весь квартал, ретив подобно щитунами, и затем состворившись в земле, видимо, она была очень голодна, поэтому поглотила все заразы. Однако, похоже, материя ему не по вкусу. Оно прошло мимо всего, что лишено жизни, все остальное. Это, конечно, не язык хорошо, это только хорошие новости. Единственное утешение в том, что они исчезли мгновенно, у них даже не было времени испытать страх или боль. Замутый барьер поглощения. Сусок объясняет, что это похоже на замутый барьер эдер, но гораздо сильнее, действует он мгновенно. плохо то, что я так и не смогла уловить эту магию, благодаря на всю ее мощь. Если это сделала тень, значит, это не магия, а свойственное ей действие. То есть, поглощение всех людей в этом районе для нее, это как ворочаться во сне. Понятно, но здесь все уже кончено. Тень удоверила свою потребность в виде и исчезла. Сейчас ее искать смысла нет. Как и нет смысла продолжать патрулировать улицы. Город получил очередной удар, а у нас пока нет возможности ни почувствовать тень, ни хоть как-то ее ей воспрепятствовать. Мы рассчитывали спасти людские жизни и успеть к тому времени, когда тенили из окен, нападут на них. Но теперь после увиденного все наши надежды превратились в ничто. Потому что у нас нет способа найти эту тень, и самым главным это то. Я подозревала как это существо остановится из каждого все больше. И в следующий раз, когда она появится, это уже будет чудовище, которое не остановить. Что сейчас у нас нет надежды на победу? Вот так вот. Индолюди 12-2. Мертвая тишина. Но не они одни наслаждают этим представлением. Нет, это было бы не совсем верно. Девушка и парень. Но они оба до сих пор готовы сражаться, поэтому они наслаждаются представлением. Только разум крайне далекий от человеческого смог бы получить удовольствие от подобной демоторгии. Лошади мой, как оно все плачевно. Стоило лишь дать волю. Тимо лишь проявил милосердие раз и два, и теперь возможно с ней скоро придется покончить. Старик смеется. Мужичины белу череп кружат подальщики над трупом безлюдного города. Они удовольствием разглядывает своих врагов, но ненависти к нем нет. Ему нет нужды обращать внимание на тех, кого даже нельзя посчитать достойными противниками. Для него они все равно, что камни у дороги. Но для белого черепа все иначе. Для него враги есть враги, сколь бы слабыми они ни были. Если его враги слабы, то он согрушает их, если же они слишком сильны, чтобы противостоять открытую, он убивает их, применяя ловки или хитрость. Этого креда, правило на котором ждется его суть. Мы можем убить их прямо сейчас, он говорит самоповерителю. Юноша и девушка, как на ладони, на этой земле смерти они беззащитны, словно младенцы. Они похожи лишь на прокаженных, что мы это смерти. Поэтому он считает, что ему следует проявить сострадание и убить их на месте. Однако, нет, это будет бессмысленная охи утрата. Мы не зря дозволили им дожить до этого дня. И поэтому сейчас их убийство не удовлетали от меня. Тарик давно забыл, что такое сострадание. Это существовало, что приняло обличие человека, воистину прогнило до самого своего основания. А как тебе такой сценарий, ассасен? Представим себе жертву, обычный живой чекусок плоти, который всю знательную жизнь считал за пустое место. И который проклинал, который ненавидел весь человеческий мир. Но это плоти все равно не винил жестокий мир. Мясо подавляло свою ненавидность к своему и не пыталось дать выход своей ярости, потому что даже у столь презренного существа был сторонник, который верил в него. О, да, похоже, любовь и равна драгоценная и сильная. Мясо не может ненавидеть мир, несмотря ни на что. Оно все еще старается запихать свою гниль поглубже, веря, что ненависть равноценна предательству своего сторонника. И что с Мясом не делает и ничего не принесет. Она вытерпит все, ибо до сих пор не потеряла надежду. Именно благодаря стоку веры она все еще ненавидит этот мир и ненавидит, и поэтому Низец не даст расцвести проплять юноты себя. Но что случится с Мясом, если его отвергнет последний сторонник? Самого рождения его отвергался сам мир. Если его придаст его единственная надежда, то у него не останется ни капли человечести, чтобы остановиться. Значит, ты хочешь, чтобы тот парень сделал последний толчок? Именно. Именно он задержнет занавес. Конечно, столь быстрое развитие мяса был неожиданным, но парнишка и так доставил его поддерживаться невероятно долго, и поэтому я дам ему сладкую возможность убить мясо. Гладка старика исторгла смех. Теплые звуки, в которых слышались садизм и радость. Плацание зубов старика напоминает требезжание убилиного ветром черепа. Конец интерлюди. ... Вот так вот. Когда мы прибываем домой, часы еще не стокнули полночи. Причина столь раннего возвращения в том, что мы больше ничего не можем сделать, и тратить силу на бесконечное патрулирование было бы неразумно. Ноги едва не подгибаются. Похоже, усталость от тренировки наконец-то меня настигла. Тело стало будто свинцово, а глаза стали постоянно слепаться. Хочется спать. Мой мозг устал, наверное, даже больше, чем тело. Каждая частица моего естества требует отдыха, и мне хочется свалиться прямо в коридоре. Возвращение. Как там в городе Рен? Илья ждет нас в гостиной. Я не вижу Сакуры. Ну, это естественно, ведь Сакура... Нет, Сакура должна спать в своей комнате. Все было кончено еще до нас. В этом Сакура. Как ты нестим? Она ведь успеет в постели и, похоже, даже не просыпалась. Думаю, с ней все нормально. Поскольку Сакура не тратил остатки энергии на мутилизацию райдера. Ясно. Но, пожалуйста, будь осторожна. Если она снова выйдет из-под контроля, все кончено. Илья не будет. То, на то, сакура такой же, как всегда. Даже после жуткой картины посещенных нами пустых домов, она держит себя в руках. Я устала иду спать. Ты тоже на боковой Ильи. Да, я тоже пойду. Завтра мы будем создавать металл для Азии оружия. Он у нас может ничего не выйти, если я не отдохну. И, сказав непосредок, спокойной ночи, Илья уходит. Ну, пожалуй, на сегодня все. Тебе тоже нужно отдохнуть. Не знаю, я заметил ли ты, но ты очень бредный. Да, он понял, почувствовал уже это. Так, этим хочется проверить эту сакуру, наместил ли она или нет. Во всем терять тяжесть. И в таком состоянии развернуть футон мне удалось скорее, потому что это ему шла привычка. Или это другой заметит. Я падаю на футон. Картина знакомого потолка возвращает мне иллюзию самовладания. И у меня получается отбрать мысли в едины. Я думаю в полудреме. Думаю о своей левой руке. Об ослабленных печатях, что одерживают ужасающим маяния силу. Вчера мне было так страшно и больно, а сегодня уже практически ничего не чувствую. Я не помню, чтобы испытывал какие-то неприятные ощущения, да и день пролетел в мгновение лока. А если подумать, ответ лежит прямо на поверхности. Я думаю об Илье. Она сказала, что не может жить со мной. Она сказала, что хочет, но не может. Она сказала, что ей осталось недолго. Сказала это так, будто уже все это знают. И эта черная тень. Не думаю о Сакуре. Она теряет силы с каждым днем. Все из-за магического червя, усасывающего энергию. Она в этом не виновата. Не ее вина, что ее тело в таком состоянии. И все, что я могу, это давать ей свою энергию. Она должна оставаться собой, если я продолжу с ней любовью. Почему мне этого краса добавить сцена? Правда, ты закрывай глаза. Илья говорила, что всех спасти невозможно. Я могу выбрать только одного человека. И я уже сделал свой выбор. Сенпай, ты вернулся? Основа. Души в голове голоса с коридора. Я не сплю, заходи с Акора. Я поднимаюсь. Я чем-то хочу увидеть в Сакуре, невзирая ненатильная усталость и отказывающаяся работать с голову. Хорошо. Прости, просто я слышала звуки в коридоре. И, ну... Я не пожелал тебе доброй ночи. Там кровь и детство, как всегда, она собрана и счастлива. Никогда не скажет, чего хочет, растерянная и улыбчивая. Прошедший год она стала удивительно красивой и невероятно милой. Теперь, когда мы наедине, мне хочется принять ее изо всех сил. Хочу на таковой поклялся щечать. Ну, я пойду. Я себя хорошо чувствую благодаря тебе. Сегодня я буду спать покойно. Поэтому я хотела сказать, чтобы ты не волновался. Но, коровь я тебя, как всегда. Но это естественно. Она не может быть другой. И сегодня мне уже не требуется оставлять себя, чтобы... Любую Сакурой. Эм... Ты не то, чтобы Сакуро сама бы там просила, как-то и ночью. Мужку на ушпать уже. Сенпай, и я тебе мешаю. Ты выглядишь уставшим и соном. Так, ворот, ты сплата к тебе просил. Я просто спросил то, что меня всакует. Садовшая голова совсем не хочет соображать. Да, я хорошо поспала. Я видел еще один страшный сон. Но все было нормально. И что был там со мной, пока я не уснула. Страшный сон. Хочется спросить, что же это был за сон, но... Ты ничего не говорю, я тянусь рукой и павелина волоса. сампай иди сюда сапара не отпуская свою руку и я не плечу и тяну к себе и сампай я не хочу тебя сегодня вообще я все чем не мои вот раз здесь не будет уже сок же маринку ты тоже марку я и кого инорменно любви не очень нравится она интересная ненавижу это покрыть потеряется наоборот она вкус не сумме грудь да я счастлива потому что бы из как бы другие разнообразные персонажи по разным раскрывается больше узнаешь в чем-то о прошлом я буду тоже ты леди больше раскрывается что не доступен такой уж он начинает чем-то не показывает пытаясь показать ее первых аркута 1 2 помешаны на идею убийства келлицу который уже даже умер и в чем-то широ это месте идея месте хотя бы на мой человек то есть еще на начну к этому ничего смогут способ испытывать ну и дам дальнейшем счет ваш пока что я уже лучше стороны чем нысь к штари на части немного да ведь это на себя конечно иногда не так нормально как хотел бы многим дома можно многие ненавидят этой ярки больше арена но кабы нет и серка не был небольшие одни посвящена из райдер тоже показано больше сакура широ отчасти конечно тоже но все так ослабляется и ложится на меня ну ладно чем-то нет ника так сказать время до 40 на минуту но сейчас мы еще думаем пропустим кое-что и начинались где-то 10 минут может еще запишу в общем можем продолжить так я спаю держа руку сакура своей да я чувствую веса куран своей груди и мы засыпаем чувствовать тепло тату моно зоне страсти как и ветра сознания чего этим добился можно я лишь и ускорила свою тревогу вам больше не учу этих центов 4 помните люди 12-3 но красным цветом помещены я пить вижу страшный сон ну-то идет нечто жуткое что убивает людей пока она движется я гадая за ним позади не хочу на смотреть но не могу пить о взгляд это кошмар кошмар который вижу снова и снова но если честно я чувствую ним что-то близкое начал было страшно но со временем я привыкла самое важное том что этого существование злых помыслов это существо чем-то похоже на меня просто пытается иначе его не все так же чему они приходят жиря на источник какой-то аромат который привлекает мощь руки бы она не убивала только бы дни она не продолжала бивать едва еда все продолжает пребывать она ест перу она плющил еду теперь она уже начинает понимать толчок и зачем давить еда достаточно лишь затянуть ее в себя и поглотить она может съедать тело так и душу так и кажется догадываюсь что сейчас будет она кое-что в нем не показано кроме мы тоже был обама даже по-другому на барабе зона сейчас посмотрим в это сидим и щупи передвигаясь и напевая сегодня на хорошем настроении и с хорошим настроением пожирает людей чем ты хорошее строение да уж она никогда не показывал своих эмоций на сегодня на похоже счастлива что с ним связь и ведь тоже счастлива сегодня потому что сегодня мопе я первый раз первый раз когда сам поясом захотел да больше мне ничего бояться не все еще вижу этот кошмар на теперь на меня не пугает теперь когда смп смотрит на меня мир кажется невероятно прекрасным и добрым пожалуй стоит продолжить наблюдать за этим сном и начать искать новая закуска но стараешься изо всех сил и грешу и сегодня уже двое больше до глазка знакомый очень любимый григо мышь я встречаю того кто страшнее этого кошмара ну да я так думаю так уверен она бежит вещество что невиданного страха бежит от него светлые волосы и красные глаза он пахнет так же как и я рука золотом который и пора умирать девочка сбежишься с этим слишком сильно тоже не сможешь умереть так и есть это когда момент показан будет интересно то по моему в общем аниме там душ даже было ли все реализованы студию фото и был очень много раз лучше не здесь история путев эти конечно многие моменты были вырезаны которые в общем то есть она были но некоторые которые некоторые которые были вырезаны жалко даже какие-то очень были вырезаны но понятно какие сцены поделенного жанра которую чем-то имеет не нравишь мне нравится что-то новое ли они есть а в трубу версия консори по station 2 там повторить что их нету и сама это радовала жалко что озвучка то у меня очень скорости катар становить нельзя на ту версию буду версию прошу в первую очередь чем это была бы возможность конечно там и всего внимание шикарно все конечно за перечень то я понимаю что вот эту сцену же там даже была очень интересно реализован там потому что показано как она это видит в общем-то другой мир что как-то великих находится каких-то в общем-то где там будет таком по лесу и зайчики кролики себя к бегают на самом деле она творит почему-то это что мы сейчас читаем вот оказано было все это довольно интересно и отвратительно потом красоты грига мыши встретился везет видимо это тоже тоже сцены максима там насчет этих сценатом для бога вырезан конечно естественно не в него не указали бы такой мультфильм этого этого этажа на фильме то только мультипликационно при этом на улице в цивильную нормально все показано было истинное убор на дешевле и сакура я не тут пошли не то ладно так советовала ранее чтобы я убил у себя беги от чего беги от кого беги зачем мой сон не заканчивается чувство паникует избегает подворотни на этом убега подходит концу я надеялся на жалкое подобие с этого брали но уж никак не ожидал встретить настоящий почти завершённый жаль конечно наносит у его оси ну да на эту красоружие то там только имея право карате на угодных а ты приклиная себя зато оказалось совместима с ним и в одном новинье существо оказалось под градом из оружия что как это не больно про то ли что существо почему тогда больно мне это то существу убили тогда почему на земле лежу я и сплю почему я вот и почему ответы на вопрос некоторые что-то пожирал то есть это к в общем то есть бушеры ирины скажи то чему мать его буквально рассечена больно больно хоть это и солнцем пай что-то розовый мягкая некрасиво вывалилась с моего живота не больно я пытаюсь пошевелить руками чтобы засунуть внутренности обратно дурки держатся на теле лишь кустами кожи ноги вот же они хотя разрезано на 2 и же талии нет когда я начинаю кричать боль становится такой будто в стену спину удалила молния но я не в силу даже дернуться потому что лишена всех конечностей чему я все еще жива ты слишком позорно цепляешься за свою жалкую жизнь девчонка на на ощупь он такой зараза счет тот нацепки на слова этот еще в первой арке 2 показал себя всей красе временными мест на какой-то момент с ним конечно такие эффектные но при том еще отвратительные он не знает жалости мужчина золотом щелкает пальцами призывая меч размером больше меня и подходит чтобы срубить мне голову плохой сон это лишь плохой сон такой как и все подобные сны которые мне были это все происходит не на самом деле я буду дома сам по и когда проснусь значит скоро я проснусь потому что мне больно и так больно что хочется умереть если я не проснусь то я действительно но у меня не получается проснулся этот кошмар не отпускает меня помогите помогите мне не больно спасите хоть кто-нибудь скорее должны скорее проснуться и влияние могу чнуться и не могу убраться из сна сон и не могу убраться из своего сна сэмпай так и что у нас там и дальше лично захлебуется в отчаянии женщина утыканная обещественными небесными фантазмами портится на земле словно жук шпилины иголками она еще в сознании и и уже ничего не сможет спасти но она все равно пытается пошевелить конечностями все еще жива и слишком позорно цепляешься свою жалкую жизнь девчонка это чем к первым учат от лица там сакура было от лица от первых этого ты для мыши показаны вынесены им смертный приговор случится презрением мужчина сверкающим золоте героический дух минуем и гильгамешем возносит руку для озвучительного удара я не хочу умирать сэмпай наконец-то принял меня настоящую и хочу чтобы он бил меня дальше скорее всего она уже ничего не видит женщина любящий ли печи то своем мелком мирском желании она тянется рукой освещенные самого локтя рукой от которой остался кровавая пробок тянется словно желая дотянуться до того маленького счастья что наконец-то обрела нет я не хочу умирать я не хочу умирать ведь ведь если я умру сестра и сампай они такое родство избавь меня уже своего присутствия или гильотина падает он заканчивается и слабое сознание девушки уже залитая кровавые полены переной окончательно исчезает авто грязные темные подворотни думали а ты ваша стоит роднуться иначе бы товаров что-то арка данном закончилась этого не пока еще не случилось и концовка чем-то ты такая шарку довольно все было такое будем доволен были позитивным более-менее отчасти пистично довольно то но когда он оборачиваться назад и становится слишком поздно но ты же уже его закладывает и поглощается заживо начиная с ног и него все кончено видите хотя бы самого даже не шалка несколько таком и надо он служил в общем-то смерти такой-то после двух арок там что он творил конечно этот самый такой худший самый мирский персонаж и всех слуг наверное эти кашка старше можно вот приспособить сюда причите причислить райдера части хотя здесь раскрывается как бы слушать там все стороны вот кто там еще сыбер конечно естественно хорошего варчину за недостатками на понятно хотя бы ночью хороших трон сделал помниться там еще раз по сущим жизнь уже в этой арке и прошлой арка там рим спасал помогал быть конечно придал кто-то потом все-таки даже не настолько он там правильнейших если конечно так считать занимает больше времени чем обычно в общем так больно не заживает потому что этого мало она сам заречил себе же точно то есть устанавливать себя при помощи от так вот таким образом она начинает идти и живой бурчит единственная сила движущие это голод неужели она не осетилась кирогическим духом энергия которого равна с одним тысячи обычно этого недостаточно совсем недостаточно она будто в лихорадке и в первый раз она направляется густонаселенному кварталу по собственному желанию конец интерлюдием интересно события не шли уже до того как ирина шера в чем-то весь вашим оправить эту прогулку там где-то не увидели все это последний разговор ты нас точно в общем-то день и 12 февраля и уже после это было 10 лет назад 10 лет назад томатском племени вышел только я это до сих пор висит камнем на моей душе и действительно собираешься я всегда понял об этом я выжил и поэтому и действительно собираешься предать поэтому я поклялся не допустить такого вновь и дал себе обет стать героем каким был кирицуку это стало единственной целью в жизни имя широ отдать всего себя служение другим чтобы с гордостью гернуть глаза тем вы и всего года спасти я знаю это это прекрасно знаю но вот ты действительно собираешься передать самого себя ты знаешь причина ты знаешь кто твой истинный враг черные солнце если это тень небес стала тому причиной уничтожь ее пока это не произошло вновь у меня ради чего ты жил все это время широ и спасал невинных людей спасал тех кому нужна была помощь и тем оправдывал собственные существования но ты хочешь обвозить все это ради какой-то девчонки если ты собираешься предать себя имя широ об этом только пожалеет вот и утро я просыпаюсь пусть окна пробивается яркий свет сообщая мне уже как минимум восьмой час все мышцы налита тяжестью конечности такое чувство что не по ни мере даже мыслями собраться сложно как исполнить кто и все так и на аппарат что ты хочешь на завтра я покупаю вблизи спящую сакуру явление я прекрасно помню почему она рядом со мной но то что рядом спит любимая девушка сказывается важнее воспоминания самого себя за когда уже утро пара подниматься не готовить завтра они зато заказа я касаюсь я влеча сакура холодная и и тошношение камни на температура тела да это жесткость под рукой сакура я поднимаюсь и смотрю в комнату и и тут нет я точно помню что мы спали вместе во куртку над ее нету комнате сакура ее нигде не видно гостевой тишина гостина тоже никого тело все еще плохо слушается я спотыкаюсь а стол я падаю затем опираюсь а стену поднимаюсь и направляюсь прихожей нужно спешить бог с ним телом и никак не могу успокоиться чему это крово сперет почему так не спокойно на сердце и пытаясь подумать об этом но стоит это сделать мне кажется что мысли на 10 секунд в будущем и не могу думать или просто мозг отказывается принимать о чем и иные думаю голове не поступает кровь так что я даже не могу ответить я не могу вспомнить что хотел сделать однако не становится легче к только я замечаю обувь сакура двери у фильтр ски не видно но обувь или на месте то означает не обувь здесь нет значит значит да дома нет только только значит сакура тут а так вот почему не стало легче сакура никуда не вошла хорошо чувство реальности постепенно возвращается до сакура просто проснулась раньше меня и наверное уже чем-то занимается может быть умывается готовит завтрак упражняется в воде или развешивает мире ударе ну вот сразу с вами ударился я вздыхаю напряжаюсь гостиной шею будем криком тоска убегаем что такое тоска гуляешь с утра пораньше я не настолько обеспечена короче потом поговорим так про бесчувства же на улице так что заноси его так только приготовили место вот это поворот но это понятно почему очень просто что теперь мужика бы не санта и ты станет люди мы это знаем когда мы данной серии закончим она довольно большая же получается нам еще произошло так что у нас там дальше будет очень показали что сцена которая или гаммашин кончим когда погибает от рук сакура и сама узнаем кто же на самом деле все таки пока больше непонятно могут там и тени цикорно ремена получается часа к оба части сакура сам это творила возможно к быть тени и по ней в общем к это с ней связано вот конечно же мы будущем узнаем этой арки еще конечно чего произойдет так солид было в этой арке на было было снято три фильма полнометражной мультипликационных при этом события уже идут параллельно уже с концом почувствовать второго фильма там еще третий предстоит что-то событие он с чем еще много выступающим будет но мы не столько много прям как как бы как две предыдущих арки но достаточно на этом все если видео понравится поставьте лайк также оставляйте свои комментарии только лишь конструктивную критика без ума отскорблений на этом все сам был михаил дорогие зрители подписки моего канала всем удачи до скорых встреч и всем пока до скорых встреч а